мне кажется что я уже этот аэрофорт знаю как свои пять пальцев сейчас иду за водой буду пеште очень хорошая вкусная чистая вода она течет прямо из-под крана уже тут какая красота никого нету хоть ложись сейчас покажу вам где набираю тут воду тут можно набрать чистую воду специально есть поилка берите только с собой пластиковую бутылку как я вот видите такой паянничек не получится снимать и набирать друзья вот сидим мы с моей подружкой в аэропорту значит у нас рейс был я с пятачком я пятачок да понимаете обнаглел уже вообще если что-то кушаем ты должна в рот ему положить рукой своей и проживать говорю ему пойди помой чашку в туалете он говорит а я не мне некуда ее поставить вот мне есть куда поставить чашку ему нет я ряду чистота идеально тут все плюют грязно грязно очень очень чисто раковины чистая сверху есть специальный парапетик для того чтобы телефон положите чашку и ложку и что хочешь скажи текущих событий расскажу о текущих событиях не текущие события какие пришло ребятушки время рассказать вам о том куда мы летим мы летим в шарм-эйшей мы летим туда хотим немножечко отойти от наших событий мы летим туда там где теплая вода вот короче летим в шарм-эйшей у нас рис бриз был из будапешта в 2100 рейс задерживается и нам визир прислал предложение прислали нам купоны каждому на на 3200 форентов это на наш украинские деньги 320 гривен на каждого это мы можем пойти в одно из кафе и купить там себе покушать как сатисфакцию от полета который задерживается но сейчас будет регистрация в 19 часов мы уже войдем туда где вылет идет туда то часть терминала где начинаются вылеты и там много кафе ресторанов узнаем где можно использовать эти купоны и покушаем покажу вам все это не заглядывать леса показываем что я выбрала я выбрала пиццы не знаю чем это скобаска это непонятно чем муж мы пьет купе я буду пить чай ну чтож неплохо такой комплимент от визель чтобы сгладить не очень неприятные ощущения ну да смотрите как здесь классно я еще нигде не было но нам еще до это прилично времени аэропорт огромный я тут уже везде походила везде погуляла мы уже идем на посадку наш рейс сейчас поедет быстрее чем собирался я уже обходила все дети фри перед ушел и всеми духами которые только можно перепробовала все новинки побрызгала все бумажечки просто еще было в сумке короче если вы меня сейчас понюхали вы даже не поняли чем я пахну потому что на мне вообще есть полная палитра beauty free ручь идем на посадку сейчас пусть и идут на посадку мы бежать не будем мы бежать не будем у нас места в самом начале самолета не было таких идиотов в час ночи регистрировать вот среди как люди желание бегут в шар-мальшейк народ бежит бежит вот вам красота какая все идут и мы идем двойка здесь же впереди как раз хорошо что мы вначале а пускай все залезут а мы потом друзья позавчера мы прибыли сюда это было уже 5 часов утра наконец-то припхались у нас встретила наша подписчица она здесь купила квартиру дельта шарме здесь живет дельта шарм это такое вот огражденное место такой ресорт компаунд как нам как называется в какой стране здесь очень красиво многие знают этот компаунд многие здесь жили смотрели мои видео здесь очень красиво и ухожено здесь все время поливается все ухаживается за растениями за счет чего этого это происходит за счет того что все источные воды здесь очищаются здесь очень много домиков вот таких вот двухэтажных вот сейчас многие домики пустуют хотя сейчас начинается именно сезон потому что жара потихонечку начинает спадать но еще жарко в октябре еще жарко чтобы понимали очень жарко нужно сейчас температура воды 28 градусов а воздуха 33 мы еще нигде не были мы только немножко поспали и сейчас ходим по магазинам покупаем все что нам нужно а сейчас смотрите вот это вот богин вели это самое распространенное растение здесь и в египте и турции очень красиво цветет круглый год разными цветочками фиолетовыми вот такими вот розовыми сиреневыми да так про сточные воды я хотела вам рассказать почему здесь все зелено ведь это же пустыня потому что сточные воды здесь очищаются и после очистки ими поливаются эти растения каждое утро из огромного шланга идет полив здесь очень много котов очень много котов коты здесь наглые совершенно не такие как у нас наглые такие что если подойдешь и хочешь что-то дать там ближе к мордочке а то укусит худые они и безобразные как по но они не такие красивые как наши коты но я не говорю своему руси маруся у нас толстенькая на стерилизованная после стерилизации у нее вот начинал на накапливаться жир на животике но маруся очень милая она все понимает а эти коты теперь теперь вот смотрите вот это типичный представитель длинная лапа этот еще толстый вообще когда приезжаешь сюда и смотришь сейчас откроет эту штуку и будет там лазить кстати вот эти мусорные баки это тоже достопримечательность дельта шарма нигде такого я не видела наверное где-то есть интересно попадали цвет какой белый внизу это белая бухгенвилле пальмы пальмы какие они красивые кстати вот эти вот висит вот на пальмах это остатки веток которые обрезаются как-то я снимала видео пять лет назад когда мы здесь остались пандемию одни на весь шарм эль шейх то я видела как стригли здесь очень интересное зрелище так что вот так вот все здесь благоухает есть небольшой такой вот сторонний запах небольшой некоторых людей это отпугивает но меня это не отпугивает потому что здесь из крана можно помыть посуду и ее не нужно после этого обдавать водой и вот когда мы жили на хадебе там нужно было это делать я проигнорировала получила кучу проблем а здесь все таки есть какая-то очистка ну и конечно в этом году мы умная вся вода которую мы употребляем кроме того что я мою посуду мы ее покупаем эту воду сюда здесь ее прям приносят в 20 литровых бутлях только скажи номер дома тебе принесут вот каждое утро здесь проходят работники все убирают вычищают очень много охраны совершенно бестолковым что на ничего не охраняет на самом деле то просто сидят целыми днями да и время проводят за кустиками ухаживают такой персонал довольно такие приятные но доброжелательные доброжелательные да ну мы мы с ним не общаемся потому что мы приехали сами по себе дельта шарм делится на две части на старую новую здесь есть домики которые принадлежат именно отелю дельта шарм там есть ресторан а вот это как раз очистительный комплекс там где очищается вода хотя нас лишены день и ночи друзья я вот сейчас иду здесь показываю вам дельта шарм и мне хочется себя ущипнуть потому что я до сих не верю что мы сюда смогли приехать и что мы смогли сюда добраться этому предшествовала огромная моя работа и забронировать жилье и купить дешевые билеты и разработать маршрут сюда мы ехали с пятью пересадками назад мы будем ехать шестью пересадками но если вы мне хотите посочувствовать то воздержитесь потому что эти пересадки это тоже очень интересно не только дома целых вот сидеть интересно и познавательно да нам очень интересно и очень познавательно мы не ленимся пересаживаться с разных видов транспорта нам нравится в автобусе и в электричке и везде 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 не люблю только маршруток но здесь вот именно в это шарме мы будем ездить на маршрутках везде маршрутки здесь идут одна за другой каждую секунду останавливаться прямо в поворот есть куда хочешь стоит это в этом году 10 фунтов пять лет назад это стоило пять фунтов значит ну такого же мне давали сдачи сейчас уже такого наверное нет сейчас уже все поумнели туристов здесь сейчас немного ну давно уже вот как даже пять лет назад когда мы были если а сдачи не нужно дать сдачу то маршрутка давали сдачу сколько бы я вам не рассказывала сколько бы я вам не показывала египет ничего но вы не сможете так полно это все оценить как если бы вы сами сюда приехали на это все влияет и запах и это солнце яркая необычная которая здесь всегда вот это слово всегда это ключевое люди которые здесь живут они счастливы потому что солнце это все это жизнь здесь не надо отапливаться хотя зимой здесь бывает немножко прохладненько но у египтян своеобразное отношение к холоду и жаре даже когда мы приезжали сюда в апреле здесь была жара 30 градусов на утро можно встретить человечка который идет в куртке с опушкой и это здесь нормально для нас это не нормально мы шли в футболках мы шли в футболках а для них это было очень холодно ну это было градусов 26 то же самое происходит в таиланде в таиланде если едет девушка на мопедике то она уже одевает курточку хотя на улице 40 градусов а если дождик не дай бог сбрызнул да то это мороз да но в египте дождей ну очень мало дождь здесь праздник сейчас идет утренний намаз мы идем в карфур очень многое здесь изменилось в инфраструктуре многие магазины закрылись открылись новые магазины но места не пустуют сегодня я еще хочу пойти в аптеку хочу посмотреть цены на лекарства аптеках но сразу скажу что все наши лекарства все разделить на 2 той на ты вот такая числа качество прекрасное в египте прекрасное качество лекарств и кстати они очень сильно наказывают за подделку лекарственных препаратов раньше чуть ли до летального исхода да здесь нельзя подделывать ничего нет именно по поводу лекарства не очень строго следят я буду твои